Надежда Подолян родилась в 1926 году в селе Юровка. В 1933-м ее семью раскулачили и переселили недалеко от села в хутор Вестник. Когда началась война, Наде было всего 14 лет. Многое пришлось пережить в суровые военные годы. Душегубку сильно боялись. Нас расстреливали, вешали и вот это нас угоняли. Надежду Подолян и других молодых девушек фашисты угнали в Джанкойский концлагерь. Дорога была тяжелой. Пешком гнали до Тамани вместе со скотиной. В концлагере занимались сельскохозяйственными работами. И так в рабстве Надежда Иосифовна прожила целый год. Кормили плохо. Знаете, по кусочку хлеба. Когда доили корову, то доим корову. И то похлебаем с ведра. Вот это молока. Девушки с трудом добрались обратно домой на Кубань. Никто уже не ожидал их увидеть снова живыми. Мама сказала, дочечка, мы тебя не ждали. Потому что в нашем селе пошел разговор, что вас потопили в Керченском проливе. После возвращения из концлагеря Надежда Подолян отправилась жить к сестре в Моздок. Там и встретила День Победы. День Победы у меня был в Моздоке. Кричали девчата. Кричали. Ай, Победа! Ночью. И пришел приказ, что вот этот штаб всех созывает батальоны, все в Тбилиси. В Тбилиси Надежда Иосифовна познакомилась со своим мужем Николаем Подоляном. В 46-м они поженились. Позже переехали жить в Анапу. 22 года Надежда Иосифовна работала администратором гостиницы Анапа. Воспитали двоих детей, четырех вошел.